Во-первых, напишем должность. x плюс y, x минус y. Это 2 умножить на x в квадрате плюс y в квадрате. Что это означает? Очень просто. Если мы знаем какое-то решение для числа n, то мы умеем из этого решения изготавливать это решение для числа 2. Хорошо. А теперь давайте наоборот. Представим себе, что у нас x в квадрате плюс y в квадрате равняется 2м, где m это целое число. Натальше. Подумаем, нельзя ли написать примерно такую формулу. На самом деле не нужно. Почему? Потому что x и y либо оба черные, либо оба нечетные. Потому что здесь черное число, не можно, чтобы они были разночетности. Поэтому, если я напишу x плюс y пополам в квадрате, а здесь напишу x минус y пополам в квадрате, то я получу 2x квадрат плюс 2y квадрат делить на 4. То есть надо 2 умножить на 2y разделить на 4. Я получу время. И, господа, я только что объяснил, почему от двойки ничего не зависит. То есть, если у вас есть решение вот такого сравнения, то вы по нему умеете строить решение такого. Ну, с другими, xy, с такими, то есть y, x минус y. И наоборот, если у вас есть решение такого, вот, легко понять, что это взаимноднозначное соответствие. И, значит, при решении задачи можно считать число n нечетным. Количество решений не зависит от того, в какой степени входит число 2, произложение правой части на простые буржики. Ну, хорошо. Давайте еще какое-нибудь простое свойство это уравнение. Вот, скажем так. x квадрат плюс y квадрат делится на 3. В таком случае числа x и y оба обязаны делиться на 3. Это у нас было. Уже, когда мы разбирались с уравнением Маркова, то там в какой-то момент это возникало. Проверка очень простая. Нужно просто посмотреть, какие, в принципе, остатки может дать что-то предлинье на 3. Это 0,1 и 2. Отвести каждый квадрат. Получится число 0,1 и 4. 4 это 1. Значит, получается, что при длине на 3 остатки бывает 0 и 1. У y то же самое. Значит, y квадрат дает в остатке то же самое, то ли 0, то ли 1. А вот чтобы сумма делилась на 3, не получится взять 1 плюс 1, не получится взять 0 плюс 1. Единственный вариант 0 плюс 0. Значит, числа x и y обязаны оба делиться на 3. А смотрите, что это значит. То есть, надо было уравнение x квадрат плюс y квадрат равняется 3n. То есть, x и y должны делиться на 3. То есть, можно написать так. 3а в квадрате плюс 3b в квадрате равняется 3n. То есть, а в квадрате плюс b в квадрате это n разделить на 3. Ну, во-первых, если n не будет делиться на 3, то все, решения просто нет. А если n разделится на 3, то мы свели задачу от числа 3n к числу n разделить на 3. И так можно сделать до тех пор, пока правая часть будет делиться на 3. и мы получили замечательную другую театрику. Что если число n делится на 3, то оно должно не просто делиться на 3, а делиться на 3 в четной степени. То есть, показатель степени тройки в предложении числа на простые множители обязательно должен быть четным. И опять-таки, от того, в какой степени входит, ничего не зависит. Потому что есть взаимно-однозначное соответствие. Вот x и y взаимно-однозначное соответствует числам a и b. То есть, x х на 3а, y х на 3b. Между прочим, вместо тройки можно было написать многие другие простые числа. А именно, можно было написать, например, 7. Давайте поймем, почему. Здесь просто немножко больше вычислений. Хотя нет, я смогу и на это вместе уместиться. Смотрите, я вот так вот это напишу. Бывает по модулю 7 0, 1 и 6. 6 минус 1 по модулю 7. Бывает 2 или 5, 3 или 4. В квадрате это будет вот что такое. 1, 4, 9. 9 то же самое, что 2. Поэтому здесь 0, 1, 2, 4. При делении на 7 бывают остатки. У квадрата 0, 1, 2 и 4. А вот это почему? А? Что? Откуда взялись? Вот отсюда взялись. Нет, 2 откуда? 2 это 9. А. А вот там еще не на 3, а на 7. Да-да-да-да, хочу-ка что. Труменький, просто остался на предыдущем, конечно. Все равно, мы сейчас в нем общий случай рассматривать. Поэтому дело не в том, что я что-то стер, не стер. А в том, что 7 видно, что похоже на тройку. Правильно? Потому что складываешь 1, 2 или 1, 4. И 7 не получается. Оказывается, вот эти вот числа 3 и 7 и так далее, это в точности простые числа, дающие остаток 3, пределения на 4. И наоборот, если мы возьмем какое-то простое число, которое дает остаток 1, пределение на 4, ну и плюс вот 5. Посмотрите, как здорово. 2 в квадрате плюс 1 в квадрате, это даже не просто делится на 5, это равно 5. значит, мы уже подошли к такой довольно интересной участи. Она является действительно правдой. и при элементарном разбирательстве с суммой квадратов, что называется, это самое главное, что нужно знать. если П, это стое число, которое имеет вид 4К плюс 3, ну естественно, где К целая, при этом x квадрат плюс y квадрат делится на b, то x делится на b и y делится на b. Хорошо. Наоборот, если число q простое, при этом q, это 4К плюс 1, то существуют такие целые x и y, что x квадрат плюс y квадрат делится на q, причем x и y не делятся на q. Мы сейчас, конечно, все это будем доказывать, причем несколькими разными способами, на том, что история, и это очень интересная история, просто тут возникнет, так называемые символы жандра, и так далее, и так далее. Но давайте я уж сразу формулирую вот это вот второе утверждение в более сильном виде. Смотрите, если у нас есть число вида 4К плюс 1, то вообще-то делителей у него всего два. Это единица и само это число. Как помните, формула для количества решений уравнения x квадрат плюс y квадрат равняется q, она утверждала следующее, что это есть, если в целых числах, учетверенное количество делителей, дающих остаток 1, 3, 4, минус количество делителей, дающих остаток 3. Ну, 3 здесь нет, а делителей здесь всего 2. Поэтому решений всего 8 штук. Ну, вот это 2 получается за счет того, что x, y и y, x можно переставлять. Значит, на самом деле, если верить в ту формулу, то есть единственное решение в натуральных числах с точностью до переменными стами x и y. это утверждение называется теорема фирмаринга. Если q сравнимо с единицей по модулю 4, то существует единственное единственное с точностью до перестановки до перестановки ну, когда x, y меняешь на y, x. Решение уравнения x квадрат плюс y к квадрату равняется ну, сразу скажу, единственность очень легко доказать. А вот существование можно доказывать очень многими способами. И у существования есть совершенно замечательное доказательство при помощи так называемых витриных мельниц. К квадрату прилистовываем прямоугольники удивительным образом полностью решает эту задачу. Но про это потом хотя и короткое, но сейчас чуть-чуть не время об этом говорить. А сейчас давайте начнем вот с этого вопроса для случая 4 к квадрату 3. Почему если сумма квадратов делится на число, дающее остаток 3 прилили на 4, то x и y обязаны делиться на p. Смотрите. Представим, что x не делится. Пусть x не делится на p. А сумма квадрата делится 1. Возведем это сравнение в степень 2 км плюсы здесь имеется в виду все сравнения по 0 км а это по малой теоремии фирма минус 1. А это 1. Но 1 не может быть сравнена с минус 1 по модулю ничего одного числа. Вот так выглядят доказательства для тех, кто знает малую теоремию фирма. Малая теоремия фирма вот это утверждение. Если x не делится на p, то x в p-1 степени обязательно дает остаток 1. Мне кажется, это самое понятное объяснение. Малая теоремия сразу дает доказательства. Поскольку я хочу, чтобы курс был понятен совсем-всем, а главное, чтобы мы как можно больше утверждили и доказали разными способами, то давайте я сейчас... Можно вопрос? Да. Почему когда мы возводили в степень 2k плюс 1 мы x в квадрате вызвали, а знак минус не взяли? А потому что минус единица в нечетной степени это минус единица. В этом разница. Вот если бы то же самое мы делали для куб, то нам пришлось бы возводить 2к в степени. И минус исчез бы и предварей бы не было. Когда возводите минус единицу, когда возводите минус единицу 2к из первой степени получается минус.